Добрый вечер! Кому-то добрый день, кому-то доброе утро, я уже говорил это, но еще раз скажу, у всех разные пояса, мы всех вас любим, самое главное, вас любит Господь. И это правда, 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 потому что за каждого из вас он отдал своего единственного сына. И у нас сегодня дорогой гость, это известная личность, это лучший человек на планете, почему я так горячо ее приветствую, потому что это моя супруга, Лариса. И мы сегодня немножко поговорим о неком событии, которое было недавно в твоей жизни, чуть-чуть. Ты куда-то ездила на конференцию. Да, мне удалось побывать совершенно случайно на женской конференции в Ростове. Она называлась «Время цвести», и это было удивительное время, и это было очень неожиданно. Так получилось, что мы были недалеко на отдыхе, в отпуске, и решили приехать и поддержать нашего пастора Веру, и заодно посетить такое известное, скажем так, мероприятие. И мы с нашего отдыха поехали туда. К сожалению, я не на всей конференции побывала, только на части ее, но то, что я увидела, меня впечатлило. Надо что-то подробнее сказать, да? Ну, можешь, да, конечно. Да. Ну, во-первых, я увидела нашего пастора в другом свете. Она посмотрела на нее другими глазами, как-то в другом месте, может быть, не в своей церкви, а в другом зале. Как она у нас смотрится. Она такая сильная женщина, такая, видно, что такая внутренняя у нее сила, много знаний, такое спокойствие, уверенность. Как-то вот другим глазами увидела нашего пастора, и было мне очень приятно, посмотреть, как другие люди принимают ее, как ее слушают внимательно. Вот, ну, вообще, все было интересно, конференции, были приезжие проповедники, были местные, как бы, женщины. Ну, естественно, что говорили о Боге. Тема какая, Бог? Да? Тема, да, тема конференции Бог. А как вот ты, мать троих детей, жена одного мужа, как бы, как ты вот, ну, как ты справляешься, вот, как бы, ну, как это так получается, ну, как вот, ну, что, то есть, ну, оно тебе, что тебя побудило, то есть, вообще сделать такое, ну, то есть, ты на отдыхе, и оставить отдых, оставить детей, хотя иногда это благословение, вот, ненадолго, вот, и поехать, то есть, оно вот, ну, оно того стоило вообще? Ну, оно, естественно, того стоило, и всегда, когда ты, во-первых, попадаешь в большую среду верующих, когда ты слышишь какое-то новое слово, что-то, молитвы, ну, погружаешься в эту атмосферу, естественно, это благословение, ну, что-то меняет в тебе. Скажу честно, я не справляюсь, но у меня есть муж драгоценный, который мотивирует меня на всякие поступки, я даже говорю теперь, что муж мой авантюрист, в хорошем смысле этого слова, вот, но он мотивирует меня, да, делать какие-то шаги, усилия, искать какие-то решения, чтобы оставить детей, как-то... Да, муж у тебя молодец, я знаю его лично, хороший парень, мы с ним знакомы. Скажи, я довольна. Да, скажи, пожалуйста, а сколько примерно женщин там было, то есть были только женщины, это была женская конференция? Были только женщины, ну, мужчины заглядывали, конечно, там, они служили немножко, снимали и в пославлении пели, но я думаю, что мне, как бы, мне визуально трудно определить, но был полный зал, несколько тысяч, я думаю, что, может быть, тысячи три. Хорошо, хорошо, и в конце, пожалуйста, ну, небольшое, может быть, то есть стоит, не стоит, ну, и небольшая реклама этой конференции, стоит, не стоит ехать, и мы будем заканчивать немножко. Ну, я думаю, что стоит, всегда стоит, ну, и побывать в присутствии женщин верующих, и как бы в этой атмосфере это интересно, потрясающе, зарядиться словом. Друзья, любите Бога, любите своих жен, любите свою церковь, и оставайтесь с Богом, и я напоминаю, что мы еще в конце служения будем выходить в эфир, и сейчас мы переносимся в зал, всего хорошего, до встречи, благословения. Мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас сейчас онлайн, кто смотрит нас на телекомпании ТБН, кто смотрит на Бог ТВ, пожалуйста, присоединяйтесь. И я хочу начать с того, что у нас в последнее воскресенье месяца всегда происходит благословение детей, поэтому все, кто сегодня благословляют детей, пожалуйста, выходите, мы будем молиться вместе с вами из-за ваших детей. Выходите, выходите, пожалуйста. Слава Богу, еще кто-то есть. Слава Богу за вас. Слава Богу. Выходим. Семья Цлавуховых. Аллилуйя. Семья Забыл. Коноваловых. Коноваловых. Семья Савельевых. Вообще сегодня люди такие интересные вышли. Интересные. Ну, во-первых, Цлавуховы. Что-то у меня заелось. Екатерина, она долгое время служила у нас, ну, как бы помогала с детьми, с нашими. Растила на моих детей. Она как-то приезжала, когда мы жили на квартире. Ты жила прямо у нас? Да, ведь? Так приятно. Да, да. Мы куда-то уезжали сейчас. Когда мы уезжали, она была с нашими детьми. Сегодня ты уже своих нарожала толпу. С Михаилом мы, коллеги, учились в одном университете. А сегодня они пастырская семья в Москве. Поднимают там церковь. Слава Богу за вас. Приехали сюда благословлять. Слава Богу. Ну, что, дорогие. Коноваловы тоже вашу так судьбу знаю. Ну, примерно, примерно, примерно. Слава Богу в любом случае. Савельевы тоже замечательные. Вот Роман Савельев. Ну, тут просто интересный момент с твоим именем. Я в детстве, ну, знаете, в детстве часто подписываются дети там какими-то псевдонимами. Я не знаю, почему я в детстве подписывал псевдониму Роман Савельев. И в жизни ни одного не встречал. А потом в церкви раз Роман Савельев. Не знаю, какая взаимосвязь. Хорошо, дорогие. Давайте от лирики уйдем и помолимся за детей. Друзья, мы верим, как евангельские христиане, что ребенок, вырастая, принимает решение жить со Христом. Это его решение. И это решение подтверждается его покаянием. И самое главное, он подтверждает это внешним актом, как крещение. Поэтому, когда человек крестится, то есть он в присутствии других людей говорит, я хочу креститься водой. И его крестят. Почему мы, как евангельские христиане, в это верим? Потому что в Библии нигде нет ни одного пассажа о том, что крестили детей. Детей Иисус благословлял, но никогда не крестил. И вы знаете, вот эта возможность крестить взрослых людей, для нас это большая привилегия. За нее люди умирали, реально физически умирали. Посмотрите, такое слово есть, аннабаптисты. То есть это люди в 16 веке, реформация, когда в Швейцарии люди стали говорить, мы хотим быть не просто все христиане, как мыслили тогда и сейчас многие мыслят, что ты родился в стране с христианской культурой, значит ты христианин. И впервые люди стали говорить, нет, это ничего не подтверждает. Если ты родился в христианской культуре, ты еще не христианин. Ты христианин только тогда, когда ты поверил в Христа как своего спасителя и стал частью собрания, собрания братьев и сестер, которые любят Христа и хотят практиковать свою христианскую веру. И вот эти люди их тогда называли аннабаптисты, от слова «анна» это еще раз баптизо-погруженцы, то есть еще раз погружают в воду. И если вы посмотрите в историю, там просто были страшные вещи, людей просто уничтожали физически, вот физически. Мы сегодня наслаждаемся этой свободой и думаем, что это само собой разумеется. Нет, Иван Грозный издавал указы, когда уничтожали всех, кто принимал решение креститься взрослыми. Вылавливали людей, кто не отдавал детей, не приносил в церковь крестить, значит они были уличены в том, что это уже в Европе, что они аннабаптисты. Им отрубали головы, в основном их сжигали, а чаще всего топили. Типа, хочешь креститься, вот. И представьте, а сегодня мы вот этой свободой наслаждаемся. Я вообще думаю, что политика плюс религия вместе всегда рождает инквизицию. Вообще-то эту идею не я сказал, Альберт Камю. Почему я это так говорю сейчас? Что для нас сейчас такая большая честь, что мы детей не крестим. Мы детей благословляем. Мы желаем им добра, мы желаем над них благословения над ними. Мы провозглашаем христианскую мораль над ними, защиту, но считаем, что крещение это как свадьба. Знаете, пережиток старины, когда люди женят, сегодня же тоже в некоторых странах женят. Вот он родился, его уже поженили, али отдали замуж. Но мы говорим, ну бред же, согласись. Потому что человек должен сам принять какое-то решение, с кем ему жить. И точно так же за тебя решили, в какого Бога тебе верить. Это невозможно. Человек выбирает сам и определяет, где он живет и во что он верит. Поэтому мы хотим, чтобы они выросли и подтвердили свою веру крещением. Аминь. А сейчас мы благословляем детей. Итак, как вы назвали вашего младшего? Матвей. Матвей. Евангелие от Матфея. Дар Божий. Как? Кого? Кого мы, кстати, благословляем? Тимофея. Тимофея. Тимофей. Классно. Максим. Максим. Максима. Все. Друзья мои, сначала мы молимся за семьи, молимся. Благословляем семьи, а потом за конкретных детей. Аминь. Господь, я прошу Тебя, благослови эту семью, Господь, семью Целоуховых, Михаила, Господь, Екатерину. Благослови их, Отец. Благослови как пастырскую семью, как священческую. Всех их детей, Господь. Я прошу Тебя, пусть благодать Твоя будет над ними, Отец. Пусть они будут во всем примером, для своих детей и для окружающих. Благослови семью Коноваловых, Господь. Благослови их, Господь. Благослови их детей, чтобы они были благословением и примером для окружающих, Отец. Благослови семью Савельевых. Твое благо да будет с ними, Твоя благодать и защита. Благослови детей их, да будет их семья благословением и свидетельством доброй совести. Сейчас мы благословляем детей. Господь, мы благословляем Тимофея. Сейчас от лица всей церкви мы возлагаем руки на Него, чтобы Твоя рука была над Ним, Господь, Твоя защита, Твоя, Господь, мой мудрость, с самого детства Твое послушание, Твое водительство, да будет с Ним. И я молюсь во имя Иисуса Христа, да будет благодать и помазание Матфея, который написал Евангелие над Нем. Аминь. Господь, мы благословляем Тимофея. Господь, благослови Тимофея. Господь, принеси ему защиту, благословение, послушание, Господь, мудрость, с самого детства, да будет благодать на Нем, Господь. Спасибо Тебе, да будет он, Господь мой, как Тимофей, ученик Павла, во имя Иисуса Христа. Господь, благослови Максима. Мы возлагаем руки на это дитя, Господь. Благослови, благодать Твоя будет с Ним с самого детства. Твоя рука будет над Ним, Господь. Веди его по жизни, Господь, Твоими путями, чтобы вырос в Твое благо, Господь, стал хорошим свидетельством. Господь, для окружающих, благослови, дай мудрости, защиты, благодати, здоровья. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Благословения вам, дорогие. Благословения. Присаживайтесь. Кому цветы, кому подарки. Пожалуйста. Присаживайтесь. Всегда для меня такое животрепещущее действо. Семья. Семья – это ячейка не просто общества, как сегодня говорят. Это первая домашняя группа, которую сотворил Господь. Теория эволюции до сих пор никак не может объяснить феномен семьи. Никак не может. Пытается, но никак. До сих пор только лишь набор звуков, а объяснения никакого. Итак, друзья, второй момент, что я хотел сейчас сказать вам всем, братья и сестры, это то, что у нас на этой неделе будет выезд, выезд на природу. Всем добро пожаловать. Я помню те добрые времена, когда мы выезжали на остров Мочальный. Но сейчас в силу даже нашего законодательства мы не можем уже выезжать так близко к большой воде, к Волге. Ну, законы меняются. Не знаю, не могу трактовать, добру ли не к добру. Не знаю. Но факт тот, что мы не можем даже по законодательству. Поэтому я слышу голоса, а не на Мочальный, значит не поеду. Слушай, там еще лучше будет, куда мы едем. Там будут прекрасные сосны, там хороший такой, знаете, запах сосеный. Мне так нравится вообще смола, хвои. И замечательное время. Там тоже есть вода, но не такая, может быть, обширная, но еще лучше для защиты наших детей. Поэтому, друзья мои, не обращайте внимания на сводки погоды, потому что синоптики всегда врут. Умышленно, неумышленно. И поэтому будут в аду. Шучу. Вообще переводчики и синоптики будут в аду. Кто-то так пошутил, не моя шутка. Старая. Но синоптики, они пытаются предугадать. Они пытаются понять, куда там дует ветер. Но у нас-то дух. И мы говорим, Господи, дай, чтобы дул в другую сторону. И все будет нормально. Не переживайте. Сегодня даже люди мирские едут на природу. Смотрю, не боятся там ни дождей, ни камни с неба летящих. Все нормально. Поэтому хорошее будет время. Мы же едем за духом. Мы не едем просто пожить в палатке, хотя и это тоже важно. Чтобы был дух Божий, атмосфера. Знаете, дух надо качать. И вот сегодня мы, кстати, об этом поговорим. Поэтому всех вас зову. Я сам там буду. Поэтому давайте хорошо выйдем на этот наш замечательный уже 20-й выезд. Кстати, в этом году, в августе месяце, уже 25 лет, как я пастор. 25 лет. Это срок, в конце концов. Четверть века пасторствую. Но до сих пор выхожу за кафедру, волнуюсь, когда проповедую, если честно. Всегда кажется, вдруг что-то неискренне скажешь, что-то там вдруг. Но, с другой стороны, мы не людям угождаем. Кто хочет понять, тот поймет. Кто не хочет, тот не поймет. Последний момент, друзья, о чем я хотел еще, на что заострить внимание. Это такой пасторский посыл всегда. Мы же церковь, мы же не концерт, не концертный зал. Я заметил, что у нас много кривотолков и непонимания, что происходит в данный момент с нашим залом, с нашим зданием прекрасным. И вот есть как бы две крайности. Одна крайность, она наивная крайность. Вторая крайность истеричная. И вот надо не ту, не ту. Надо идти где-то посередине. Начну с истеричной крайности, что вдруг такие голоса слышат. А, вот, мы слышали в июле месяце, нас закрывают, у нас больше церкви не будет, здания отжимают. Все это ерунда. Ничего подобного нет. На самом деле, во-первых, церковь не закрывают как юридическое лицо. И закрыть его не могут. Мы зарегистрированы в Министерство юстиции. И даже если бы было не так, мы церковь Божия. Мы живем со Христом. Я же только что рассказывал, как анабаптистов топили, убивали, а сегодня их почти миллиард на земном шаре. Ну, не миллиард, там где-то около 800 миллионов цифры. Примерно такие. И вот представьте людей, которые верят в крещение взрослых людей. Не утопили же, не уничтожили. Потому что люди знали, что есть церковь. Церковь Иисуса Христа, это люди верующие. Как у тебя веру украсть, вытащить ее невозможно. Поэтому, что бы ни было, но официально все нормально, все в порядке. Теперь, здание тоже наше, никто никуда не отжимает. Просто пожарники предъявили какие-то претензии. Очень большие и крупные, которые мы не способны выполнить до того срока, который нам дали. И очевидно, ну, процентов на 90. Мы не успеем это сделать, ни в силу ресурсов, ни в силу физических возможностей. И по этой причине, ну, мы постараемся, и у нас есть вера, все-таки не съезжать с этого здания. Но если даже мы съедем, то в сентябре месяце мы опять подадим в суд, на пересуд о том, что мы выполнили все предписания. Все равно будет вход открыт, будут рабочие приходить и работать. Поэтому церковь существует, чтобы вы понимали. Не надо никакой истерики. Ну, в крайнем случае, на пару, на три месяца переедем в другое место. Или несколько собраний сделаем. Потому что церковь, это утверждение Божие. И все у нас будет хорошо. Аминь. К созданиям немножко более сложный момент. Вот я и сказал, более сложный. Тут нам нужно решить вопросы по пожарной безопасности. Теперь вторая крайность. Вторая, которую я слышу от многих людей. Что вроде, ну, что уж пожарники не можете договориться, или не можете сделать нормально все, ну, как бы все, что требуется от вас по закону. Вот здесь как раз хотелось бы сказать, говорит наивность людская. Потому что необоруженным взглядом видно, что гуляя просто по Нижнему Новгороду, заходя во многие здания, и ты видишь, что пожарная безопасность нарушена, вернее, не исполнена в три раза хуже, чем у нас. У нас идеальнее сделано, чем большинство зданий вот в этом городе. Но по какой-то причине есть какие-то люди, которые как-то это делают предвзято. И то, что мы видим и чувствуем, что это не просто вот пришли и сказали, ребят, поправьте, что у вас плохо. Нет, это пришли люди, которые пришли с целью сделать нам плохо. Какими они аргументами руководствуются, я не знаю. И не знаю, все ли из них. Но какие-то люди существуют, это мы понимаем. И поэтому по этой причине мы живем дальше, мы просто молимся за этих людей и исполняем всякую правду. Поэтому все будет нормально. Наивными тоже быть не надо. Потому что никто не отменял ни духов злобы, ни духов блага. Аминь, дорогие. Вот на этой доброй волне сейчас мы начнем Слово Божие. Итак, я молюсь, чтобы Слово Божие действовало до разделения Духа и Души, составов и мозгов. Отец, благослови. Благослови сегодняшнее Слово, сегодняшний посыл, сегодняшний Дух Твой, Господь, который животворит. Пусть, Господь, каждый человек, кто пришел в это собрание, получит от Духа Твоего, Господь, не от человеческого, не от плоти, но получит Слово, получит откровение в свою жизнь. Я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, мое слово сегодня называется «Только Дух животворит». Вот такое простое, но важное слово. Только Дух животворит. Сегодня последний день месяца, когда мы говорим о Святом Духе, но я бы не стал говорить о том, что только в этот месяц мы говорим о Святом Духе и так далее. Не хватит не просто одной проповеди, не хватит жизни, чтобы не просто говорить о Святом Духе, а чтобы общаться с Ним, говорить со Святым Духом. Что намного важнее, чем просто знать о Святом Духе. Можно знать о Боге, а можно знать Бога. Можно знать о Духе, а можно жить Духом. Это то, о чем учит нас Евангелие. Сегодняшний мир, он как-то уходя все больше в технический и эволюционный прогресс, все больше пытается нивелировать понятие Духа. Вот как-то от него абстрагироваться. И представляет себе существующую Вселенную как набор каких-то молекул, сложенных в определенные формулы аминокислот. А те, в свою очередь, превратились в живые организмы. И вот особый живый организм под названием люди, имея биохимические реакции, представляют собой то, что они представляют. Любовь, милость, сострадание, институты семьи и так далее. Все остальные государственные и финансовые организации. Вот знаете, вот так очерчишь вроде, все понятно для мирских людей. Вот им все понятно. Одна есть проблема. Одна. Прямо реально проблема. Человечество до сих пор так и не пришло к выводу, как работает, вот как разум превращается в сознание. Как-то однажды, одному, ну часто эти споры между Духом и материальным миром выражаются в каких-то интересных таких, каких-то коллизиях. Одному, ну ученому, верующему, который делает операции на мозге, сказали, ну вот сколько мы не взвешивали человека, не проверяли, души у него так и не нашли. Вот нету души. Ученый, хирург на мозге говорит, вот сколько раз я не делал операции на человеческом мозге, так и не нашел там ни ума, ни сообразительности. Ну потому что эти вещи нельзя найти, нельзя их нащупать. Но по какой-то причине с незапамятных времен всегда люди чувствовали и понимали, что есть какое-то присутствие необъяснимое, неуловимое, неописуемое присутствие рядом с ними и влияющее на них. Древние греки его называли эфиром, язычники называли духами злобы или духами добра и так далее. То есть люди все равно понимали, что есть какая-то энергия, вот необъяснимое. Почему-то вдруг огромная армия после каких-то негативных слов вдруг теряет свой настрой, теряет все вообще желание и мужество воевать и расходится. В другую сторону появляется какая-то небольшая группа людей демотивированных и вдруг что-то им говорят, вдруг какое-то произносится слово, даже какие-то ритуалы. И вдруг эти несколько человек превращаются в героев, необъяснимо совершенно готовые пожертвовать своей жизнью. Эти феномены трудно изучить, непонятно их уловить, что это. Но удивительно, что даже при сегодняшнем понимании эволюции человечества, научного прогресса, люди так и не расстались с пониманием духа. Вот просто понимание духа. Так и не расстались. Сегодня лингвисты говорят на языке духа, сегодня психотерапевты говорят на языке духа, психологи на языке духа. Они все говорят, вот даже, вот ты представь воображение в своем разуме, вот такую картинку, и рано или поздно она станет реальностью. Откуда это? Это язык духа. Почему лингвисты говорят слово неописуемо, его нельзя уловить, но слово выходит и производит какое-то не просто действие, а физический результат в мире? Что это? Это тоже из области какого-то непознанного. Так вот Библия давно уже все феномены описала. И когда мы видим человека, созданного Богом во второй главе Бытия, седьмая глава, вторая глава, простите, седьмой стих, Библия говорит, создал Бог человека из праха земного. Вот создал его из всех этой таблицы Менделеева. И вдунул в лицо его дыхание жизни. Библия говорит, часть себя, он сам есть дух. Библия совершенно ясно говорит, Иисус в Евангелии от Иоанна 4 главе сказал, Бог есть дух. Бога нельзя видеть, Бога нельзя нарисовать, его нельзя пощупать. По этой причине, когда Гагарин слетал в космос и сказал, я Бога не видел, это просто какое-то наивное высказывание для любого нормального, вменяемого верующего человека. Это не те параметры, чтобы измерить Бога. Бог есть дух. По этой причине во все времена христиане всегда воспротивились всякому изображению Бога. Вот люди, которые далеки от Писания и от духа, им почему-то у них хорошо уживаются картинки, изображающие богов, то четвероруких, то синих, то в образе животных, как-то у них нормально. Но живущий по духу Божьему, он понимает, что Бог есть дух, и поэтому его не просто нельзя нарисовать, а все, что ты нарисуешь, все будет ересью. Я ничего против не говорю прекрасных изображений искусств, изобразительного искусства, где рисуют ангелов, Бога и так далее. Может красиво, может Андрей Рублев замечательно все это рисовал, Сикстинская Мадонна, там тоже как-то все это красиво нарисовано. С точки зрения искусства, без проблем, мы никого не оскорбляем. Но с точки зрения знания Духа Божьего, это откровенный конфликт, не просто с Писанием, а вот просто с моим даже пониманием, с твоим пониманием Бога Творца. Люди всегда, когда что-то рисуют, они обязательно ограничивают его в возможностях, в его способностях, в его измерении. Вот по этой причине, вот эти глупости мы с детства слышали, когда там люди, семейные пары занимаются интимной жизнью в семье, вешают какую-то тряпочку на икону, чтобы он не видел, чтобы божество ослепло. Но послушайте, Библия говорит о том, что Бог, Он вездесущ, Дух любой вездесущ, причем как Божий, так и демонический, любой Дух. Он не ограничен какими-то стенами, не ограничен камнями, никакой бункер нельзя сделать, чтобы Дух туда не проник, потому что Он вне материи. И Библия говорит здесь, когда Бог сотворил человека, Он вдунул в лицо его дыхание жизни. Это такой образ, когда вошел Дух Божий в человека, и стал человек душой живою. Человек именно ожил благодаря тому, что его вот эта молекулярная структура приобрела Дух. Необъяснимый, мы не знаем, как он работает. Дух от Бога пришел вот в это создание, и человек ожил, он стал живым существом. Отсюда у него появились эмоции, отсюда у него появились категории добра и зла, отсюда появилось понятие, что можно, что нельзя. Отсюда появились чувства. Удивительно, что любой Дух человек чувствует. Не только даже человек, даже животные чувствуют. Демонический Дух чувствует, чувствует силу, и наоборот, чувствует, когда уныние. Это не просто какие-то реакции внутри, это ощущение твоего Духа, реакции твоего Духа на внешнюю среду и, возможно, на других Духов. Вы знаете, каждый раз, обращаясь к каким-то, ну, каким-то, не знаю, там, сагам, мифам, легендам, все время там присутствуют какие-то колдуны. И ты понимаешь, что эти колдуны, они же обращались, ну, к реальным каким-то духам. Каким-то духам, которые так или иначе влияли на атмосферу. И они приносили силу, эти духи, они приносили какие-то откровения. И ты понимаешь тоже, что что-то во Вселенной произошло, на заре Вселенной, произошли какие-то вещи, нам сегодня тоже непонятны. Какой-то бунт. В Библии описано, что Люцифер восстал против Бога. Мы не знаем деталей. Мы реально не знаем. Люди порой пытаются своим мозгом вот пытаться каким-то образом все это расставить по местам, какие-то формулы вывести. Но формулы вывести крайне сложно, тем более, что касается Духа. Но мы знаем, что произошел бунт. И в этом бунте участвовала третья часть ангелов. Каким-то образом ангелы были убеждены, что Бог неправ. И это была третья часть. Сегодня это стали духами, и духами злобы, их Библия называет, демоническими духами, которые влияют на человеческую природу. И они, видимо, сильны. Какая-то у них есть сильная энергия. И люди всегда, во все времена, до сегодняшнего дня понимают, что вот духовный мир все равно реален. И они пытаются нажать какие-то духовные кнопки, чтобы это повлияло на сегодняшнее их положение. Там стало больше денег, я там замуж могла выйти, там какая-нибудь дама приходит к бабке, к гадалке. Еще кому-то, бизнесмен какой-то вызывает тоже кого-то. И это все повсеместно, до сегодняшнего дня. Почему люди вот верят в духов? Они чувствуют, что в духовном мире сила. Там сила. Вот независимо от того, какого ты духа вызвал, но сила. И Давид совершенно ясно понял, когда он пишет в 138-м псалме, он пишет, куда уйду от духа твоего? Что если уж обращаться к какому-то духу, то к духу Божьему. Вот он уже тогда, в 10-м веке до нашей эры, говорит, если обращаться, то к духу Божьему. Потому что он над всеми духами, над всеми богами. И я хочу от него получить вечную энергию. Вот как раз я как-то вспомнил случай такой, как-то рассказывал, может лет 5 назад, кто помнит, кто еще был тогда в церкви на служении. Что один человек мне рассказывает историю, пастор, которому рассказал другой человек. Как вот даже люди в миру ощутили какую-то, ощущают силу вот этого духовного влияния. Говорит, ну в тюрьме он там сидел, на зоне, и говорит, зэки как всегда-то, кто чем занимается, много свободного времени. Кто начинает качаться там заниматься, кто-то еще чем-то. И говорит, у нас вот такая ячейка появилась, качков. И мы, говорит, все курить бросили, все занимаемся спортом. Что-то там качаемся, даже себе уголок сделали, какие-то заборчики небольшие. И надпись повесили, такую на бумажке повесили, не курить. И мы качаемся, и говорит, банки растут, сами удивляемся как. У нас, говорит, человек 10-15 накачались, мы такие вот с грудями ходим крупными, накачанными. Из другого барака приходит какой-то крендель. Мы его даже не знаем, он маленький, кепка, худой, скрученный какой-то, курит. Заходит в наш барак, идет по бараку, курит. И говорит, ты к нам идет, а мы такие качки. Говорит, понимай, мы сейчас щелбана, да, что он умрет, этот шпендель. Он подходит, этот маленький, раз бумажку срывает, мы говорим, эй, подожди, написано не курить. А он, чихал я на вашу бумажку. Подходит, говорит, к нам, и так затянулся, и нам в лицо, дымом. И мы, говорит, на него смотрим, думаем, кто такой? И он, что, качки, да? Они, качки. И он, дух качать надо, лохи. И ушел. И мы, говорит, 10 человек стоим, перепугались, говорит, аж дрожь, понос чуть не проши под страха. Кто это был? Чего он пришел? Как вот так? И говорит, пастор, я понял с тех пор, дух играет большую роль. Если, говорит, какой-то шпендель пришел, вдохнул паром на нас, и мы перепугались, что за ним, за дух стоит? То тем более, придя ко Христу, я подумал, ну если дух святой живет во мне, значит, во мне должна быть какая-то сила. Просто нужно нащупать этот контакт с ним, чтобы он объяснил, как ты стал общаться со мной. 138-й псалом. Давид возвращается к пониманию духа, сильного и мощного духа, когда он говорит эту мысль основную, что только дух по-настоящему дает мне жизнь. 138-й псалом с 6-го стиха. Дивно для меня ведение твое, высоко не могу постигнуть его. Давид четко говорит, что есть такие моменты, которые я не могу постичь. Вот какое бы мое знание, как бы мое знание не двигалось, как бы я не верил в прогресс своего интеллекта, все равно он ограничен. Потому что тот, кто создал эту программу, он программист. И говорит, дивно для меня, не могу постичь. Знаешь, мы там уже дошли до этой формулы, ну формулы там этой всемирно известной, энергия массы тела равна массе тела, этого же умноженное на квадрат скорости света. Да, вот формула, добрались, и на ней уже все основали, там квантовую физику, уже там все залетели, куда, там уже в теорию относительности. А Бог говорит, да куда вы, вы все равно где-то ниже, вы все равно, вот как бы вы не залетели, я все равно вас ограничил. И дальше говорит 7-й стих, куда пойду от духа твоего, от лица твоего, куда убегу. Давид уже говорит, ну какая квантовая физика, ну куда я от твоего духа. Вайф, зайду ли на небо, там ты. Сойду ли в преисподнюю, до сих пор теологи говорят, как это Бог в преисподнюю может сойти. А, там же Божьего присутствия нет, и мы опять какие-то теории выводим, формулы. Давид говорит, не знаю как, но знаю, что даже в преисподнюю сойду, и там ты. Караул какой. Потом говорит, возьму ли крыль и зари, вообще возьму ли там космические корабли издам, и как бы выпущу, там еще что-то, полечу на край космоса, переселюсь на край какого-то моря мне неведомого. Вселенной, и там рука твоя поведет меня, и удержит тебя меня, десница твоя. Скажу ли, может быть тьма сокроет меня. Все, вот уберем свет в тьму, вот туда, где ни формул, ничего нет. Там полная, полная абракадабра хавос. Он говорит, и свет твой меня сделает, скажу ли, может быть тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла как день, как тьма, так и свет. Он говорит, да нет разницы для тебя, где свет, где тьма, где тьма, где свет, где хаос, где порядок, ты вне этого всего, ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня во череве матери твоей. Он говорит, я даже не могу понять, как я-то в этот мир пришел. В какой момент вдруг вот эти клетки начали размножаться, в какой момент туда пришел твой дух, я не знаю. Вы знаете, вот здесь сила. Десятое столетие до нашей эры. Уже три тысячи лет назад слова написаны. И мы до сих пор, ну как вы с этим разобраться, не способны. Мы не знаем. Он просто пророчески раз это принял и говорит другими словами. Дух твой, он превыше всего. Он проходит через все инстанции. Он проходит через все наши формулы и заходит туда, где он хочет. По этой причине Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, третья глава, где сказано, он говорит с Никодимом. Говорит, дух дышит, где хочет. Вот дух, он дышит, где хочет. А голос его слышишь. Но не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. То есть другими словами, Иисус говорит, ребята, только дух по-настоящему дает вам жизнь. А вы все перепутали в своей жизни. Вы в своей жизни каким-то образом обложились материальными ценностями, думая, что это будет стоять, не понимая, что у всего материального первопричины был тоже дух. Ну, давайте простой пример, чтобы вы понимали. Вот сегодняшнее здание, за которое мы там боремся, пытаемся с пожарниками побороться. Вот его когда-то построил кто-то. Когда его строил, пришла идея, кому-то пришла идея просто построить. Не знаю, мэру, не мэру тогда, может, не были, это 48-й год. Пускай там это был какой-то партийный деятель. Ну, создадим дом культуры. Потом он пригласил там группу чертежников. Те нарисовали каким-то образом. И вот этот дух, идея создала это здание. Но очевидно, как бы мы его ни пристраивали, ни достраивали, через тысячу лет, через две, если Иисус не придет раньше, от Него не останется ничего. Оно перестанет существовать, как физический элемент. Точно так же ты и я, мы точно так же перестанем существовать, как физические элементы. Так тогда, что мы так сильно уповаем на материальные ценности, понимая, что всему этому придет конец. Я вот здесь не теряю вас. Тогда мы понимаем, что вот чтобы я вот в этой материальной оболочке, в которую Господь вдохнул дыхание жизни, я в ней прожил жизнь нужную. Мой дух, кусок Божьего духа, который дался мне, должен соединиться с Духом Божьим. Вот в этом все начало моей жизни. Если он дал начало, то будет и конец. Мой дух к нему же и вернется, после того, как оболочка разложится. И поэтому я хочу искать этот контакт. Покажи мне, Господь, как мне научиться слышать Твой голос. Почему я патологически, постоянно, как человек, как человечество, мы патологически пытаемся вот как-то изолировать себя от Духа. И все время чего-нибудь напортачим. Смотрите, Бытие, 6 глава, 3 стих. Предпотопное состояние. Наступил потоп на земле. Я тоже не знаю, как это все было. Не знаю. Часто люди говорят, а вот давай разберемся. Копаются люди. Я говорю, да вот вы своим умишком пытаетесь запрыгнуть туда, где невозможно. Даже люди, которые писали в то время это, они писали лишь образы пророческим духом. Поэтому могли даже свои слова вставлять. Но сути это не меняет. И написано, сказал Господь Бог, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. Слушайте, вот мы часто читаем все остальное. Послушайте. Бог говорит, ну не вечно вот этим людям, вот пренебрегать мой дух. Вот почему они, слово такое, пренебрегают. Вот кому понравится? Вот ты сготовил еду вечером, цветы поставил на стол, ужин приготовил для жены, ванну налил, розами там засыпал все. Зарплату принес, на стол положил. Сидишь, ждешь. Жена приходит, посмотрела розы. Не те, не люблю я эти цветы, я люблю ромашки. Что за розы, что там ты накидал, я вообще другое люблю. И мысль сегодня не хочу вообще. И зарплата у меня больше, и зав ужин твой шел вон. Обязательно будет конфликт. Вот обязательно конфликт. Даже самый терпеливый муж скажет, ну ты и коза. Вот просто потому, что я пытался сделать как можно лучше для тебя. А теперь представьте Бог. Он сотворил тебя, дал тебе дух. И потом говорит, я хочу общаться с тобой. Мой дух хочет общаться с твоим духом. С твоей плотью разговаривать невозможно, потому что я дух, а ты плоть. Как мы с тобой разговаривать будем? Мы говорим с тобой в разных диапазонах. Знаете, как летчики летают, на определенных диапазонах разговаривают. Я тебя не слышу. Дурачок, переключи диапазон. Услышишь тогда. И так же здесь. Люди не слышат друг друга. Как дух будет общаться с плотью. Поэтому он хочет, чтобы твой дух ожил и общался с ним. Но грех разделил нас. Будь и разделил. И грех сделал человека таким уверенным в себе, что он вдруг подумал, мой разум, мой ум создаст сегодня чего-то особенное такое общество. Добра и мира, в котором не будет эксплуатации. Сказал дедушка Ленин. Потом бах, концлагерей настроил. Такую эксплуатацию создал. Какую фараону не снилось. Приехали. Нормально. Давай экономику построим. Такую планировать будем каждые пять лет. Вырвемся вперед. Хлеще, чем Мао Цзэдун. И Мао Цзэдун загнулся. И наши загнулись. Возникает вопрос. Ты куда прешь-то? Ты духа послушал? Ты поговорил с ним хоть чуть-чуть? И Господь сказал, да не вечно в духу моему быть пренебрегаемым человеками. Уж больно они возомнили о себе. Потому что они плоть. Он прям выставил им диагноз. Он говорит, плоть они, понимаете? Вот как объяснить? Ну ты плоть. А что такое плоть? Ну вот стоишь на муравья, смотришь, муравей там снизу. Я тебе. Ты говоришь, да ты муравей. Да я бы пообщался с тобой. Ты даже говорить не умеешь. Нет, понятно, ты живое существо, и тебя надо уважать. Все нормально. Но ты возомнил о себе, что ты сейчас коммунизм построишь какой-то. На планете счастье, экономику создашь мировую. Даже мне хорошо станет. Не верю муравей. Вот по этой причине Господь говорит, вы плоть. Плоть имеет свойство каким-то образом возникать, надмиваться. И особенно когда у нее что-то получается, то ее гордость умножается на два. И по этой причине вот люди так и ничего не могут сделать без какого-либо духа. Тогда их бросает другую крайность. Они приходят к какому-то духу, но на своих условиях. Когда ты приходишь к какому-то духу, духовному миру, на своих условиях, ты обязательно будешь обращаться к бесам. Обязательно. Даже выхода другого нет. Обязательно человек, просящий благо себе в духовном мире, настроить свою скрипку жизни, свою любовь, влюбленность, бизнес, деньги, что было. И не по пути креста, не через крест Иисуса, который ведет через покаяние, а через свой собственный путь ты обязательно встретишься не с тем парнем. Обязательно. И не тот парень обязательно придет и скажет, помогу, дух качать надо, все будет нормально. И правда даст, возможно и денег даст. И история запечатлила огромное количество ситуаций, когда цари, бизнесмены, певцы обращались с демоническим духом и получали, что просили. Что самое интересное. Но расплачивались намного хлеще и страшнее, чем то, что они получали. И если бы они понимали, какая будет расплата за их контакт с духовным неправильным миром, тогда бы, возможно, они не заключили бы этот завет. История полна. Я даже нет времени рассказывать. Самый такой яркий персонаж, который вот недавно я пересмотрел опять, Джон Леннон. Да, он не скрывал этого, Джон Леннон. Он говорит, да, я заключил сделку с дьяволом. И все журналисты ха-ха-ха посмеялись. И он говорит, да-да, смешно, смешно, просто я звезда, вот и все. А думаете, почему? Они, вы хорошо поете. Он говорит, да, но я еще заключил сделку с дьяволом. И поэтому я хорошо пою. И хорошо, поэтому меня все слушают. И люди все посмеялись, пока его не застрелили в молодом возрасте. Но ведь сегодня остается фактом, что Джон Леннон действительно каким-то образом встречался с колдунами, общался с ними. И выходил не на уровень своего умения петь и своего влияния на публику, а выходил на уровень духа. Сколько богатых людей, известных людей, которые говорили, я заключал сделку с какими-то духами. И смотрите, и Бог говорит такие простые слова. Он говорит, во-первых, не вечно быть пренебрегаемым моему духу. И второй, в Тарзаконии, когда он выводит народ израильский, он четко говорит всему израильскому народу. В Тарзаконии 18 глава, с 10 по 12 стих. Не должен находиться у тебя проводящий сына твоего и дочь свою через огонь. Это какой-то обряд древний. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель. Заметьте, все эти характеристики говорится о людях, которые ищут контакта с духовным миром. И потом открытым текстом. Следующий. Не вывели на экран. Вопрошающий мертвых. Следующее. А, простите, вызывающий духов. Волшебник и вопрошающий мертвых. Дальше, резюме. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за сиито мерзости Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего. То есть он говорит, смотри, эти люди пришли получить силу, энергию, влияние. Эти люди пришли вопрошать мертвых, вопрошать там всяких духов. Они приходят к чародеям, к бабкам, заклинателям, чтобы получить что-то. Но Господь говорит, вот поэтому я их изгоняю, чтобы они не были пред лицом твоим. Получается какой-то перевертыш. Пришел получить благословение, а получил в кульке еще проклятие. Плюс ко всему. И Бог говорит, не занимайся этой ерундой. Это мерзко пред Господом. Не занимайся, потому что есть другой дух, с которого ты должен все качать. Дух Божий. И самое главное, он недалек от тебя. Иисус встречается с своими учениками. И он разговаривает. И вот Евангелие от Иоанна, 6 глава, в 63 стихе. До этого он говорит слова. Говорит, кто не будет пить крови моей и есть плоти моей, имея в виду. Причастие, которое мы сегодня с вами принимаем. Он говорит, не будет иметь жизни. Не будет себе иметь жизни. Почему опять эта игра? Жизнь, смерть, опять кровь, плоть. Другими словами, Иисус говорит, примите мое ДНК. Примите мое первоначальный план о вас, какой был у Адама. Чтобы я создал вас из праха земного, вы получили мое небесное ДНК, мой план, мои молекулы, мою формулу, которая должна быть в вас. Но потом дальше, что интересно, и говорит, тогда будете иметь жизнь. Каким образом? Соприкасаясь только с его духом. И в 63 стихе он говорит, Иоанна 6, 63. Дух, послушайте, дух животворит. Он говорит, потому что дух животворит. Плоть не пользует немало. Ну, такая фраза из церковно-славянского языка подразумевает под собой, если в оригинал прийти, что плоть не приносит вечной пользы. То есть, плоть, она на время дана тебе, как автомобиль, как дом, как вот это здание, как аппаратура. Она дана тебе на время. Иисус говорит, зачем такие делаешь акценты тогда на этом? Ну, надо. Хорошо, когда дом хорошо выглядит. Хорошо, когда машина помыта. Хорошо, когда твое тело омыто и здорово. Это все замечательно. Но зачем делать вечные акценты на том, что не имеет никакой пользы в вечности? Зачем на это так концентрироваться? Но люди патологически свой фокус с духа переводят на плоть. И смотрите, и он говорит, дух животворит. Он возвращается опять к той идее. Он говорит другими словами, как Адама жил. Что с ним случилось? Я создал что? Хороший молекулярный какой-то состав? Что там? Этот первичный бульон как-то заварился хорошо. Потом это дал плачок эволюции. Или чего там произошло? Он говорит, да я вдохнул в него дыхание жизни. Был парень, и я в него вдохнул. И он чук, ожил на заре человечества. Это мой дух был первичен. Это была первопричина, мое желание и мой план. И я вдохнул в него это дыхание жизни. Потом вы потеряли. Я через крест возвращаю это снова. И снова вдыхаю вас это дыхание жизни. И потом продолжает. Слова, которые говорю я вам. Что написано опять? Слова, которые говорю я вам. Суть. Он говорит, суть. Вот суть моих слов. Лингвисты, дорогие, послушайте. Когда люди говорят о словах, уже в Библии сказано даже про лингвистику. Ну что про слова сказано? Они, что такое слово? Пук вылетает. Это энергия. Да. За счет чего выходит? Как она соотносится с звуковыми какими-то этими волнами? Что? Вот как она несет свою энергетику? И вот лингвисты там ломают голову. Хорошо. Даже если так. Как слово производит реакцию в голове другого человека? А действия? А как вообще невидимые становятся видними благодаря слову? И они мучаются. А Иисус ответил. Он говорит, слова мои. Слова, которые я говорю. Суть дух и жизнь. Принимаешь мои слова, приходит дух. Не принимаешь, смерть приходит. Принимаешь слова, они всегда дают надежду. Всегда дают победу. Всегда дают будущность. Всегда ведут к покаянию. Всегда открывают закрытые двери. Всегда восстанавливают разрушенное. Они суть дух. И потом они жизнь. Иисус говорит. И когда ты слушаешь слово Иисуса, не просто пастор, проповедник, еще кого-то. Слова Иисуса. Они всегда находят выход из самой тяжелой ситуации. Из самой ужасной. И апостол Павел, уже познав это, пишет такие слова в послании Галатам. Он говорит. Плод духа. Как любое дерево приносит плод. И вот дух, когда ты находишься в контакте с Духом Божьим. Вот поэтому, друзья, проводите время со Святым Духом. Он сам хочет. Это его инициатива. Ну раз он тебя родил. Но если мать тебя родила, я не поверю, что какая-то мать скажет. Да не хочу я с тобой общаться. Только та, которая еще как-то занята может быть. А если еще и свободна, скажет. Ну не хочу. Нормальная мать всегда захочет общаться с своим ребенком. Тем более, что она дала ему жизнь. И отец говорит. Ну я, я. Он даже слова такие сказал в Ветхом Завете. Ну если мать даже оставит дитя свое, то я не оставлю. Если он даже сравнил с матерью, с негодной. А простая нормальная мать находит время. То он говорит, я даже больше этого всего. Так вот, общаясь со Святым Духом, мы всегда получаем плоды Духа. И плоды Духа всегда приносят какую-то энергию радости. Вот энергию мира и любви. Необъяснимое. Сколько людей приходят в нашу церковь и говорят. Ну вот я сколько раз услышал свидетельство. Приходит, говорит, я ничего не понял. Вот первый раз пришел, я ничего вообще не врубился. Я пришел, тут что-то играют, поют, что-то проповедуют. Ничего не понял. Ну говорит, так хорошо что-то было. Вышел на улицу, цвета радуги какие-то стал замечать. Почему-то что-то вот как-то хорошо. Другие, конечно же, отторгают это. Говорят, что-то все улыбаются, большинство какие-то странненькие все. Что-то ненормально здесь. Может своим духом что-то ненормально. Смотрите, плод Духа. Галатам 5 глава, 22-23 стих. Плод же Духа. Плод Духа. На дереве создается плод. Появляется плод. Плод, который ты срываешь. И с него веет вот этими вещами. Любовь. Радость. Мир. Долготерпение. Благость. Милосердие. Вера. Кротость. Воздержание. И следующие слова какие? В следующем стихе. Смотрите. На таковых нет закона. Он говорит, Иисус, даже закон не надо держать. Закон это когда тебе говорят, не блуди, не кради, не убивай, не терзай, не гневайся, не клевещи, еще чего-то не. А Павел говорит, слушай, если ты принял Духа Святого, общаешься с Ним, то тебе вот сам Дух подсказывает, что это все гаденько. Был у тебя такое в жизни? У меня сколько раз было? Прямо что-нибудь стоишь и чувствуешь, это гаденько. Причем про себя, самое поганое. Не про кого-то, а про себя. Делаешь, и вроде все нормально. А про себя, как-то гаденько. И даже пытаешься себе объяснить, да все нормально. Этот диалог внутренний, он вообще необъяснимый. Все нормально, законы я не нарушаю, никому плохо не делаю, все нормально. А внутри, это гаденько. И ты, господи, прости, господи, прости. Последний раз я ехал на ночную молитву. Еду и прям реально, еду на машине. И такой что-то, да и заеду в магазин. Что-то купил продуктов, вижу, опаздываю. Думаю, ай, помолится без меня. Пошел опять, что-то еще докупил. Стою, что-то на кассе, не тороплюсь. Потом вышел из машины. Мысль пришла, машину помыть. Думаю, машину поеду помою. Уже молитва идет пять минут. Думаю, ну ничего, еще машину помою. Думаю, минут двадцать. И внутри, гаденько как. Все молятся, а ты, пастор, в машину поехал. Я сразу, господи, прости, в машину приехал. Хотя я опоздал. Но дух подсказывает, что гаденько, а не что не гаденько. И поэтому здесь написано четко, плод духа. Он очень простой, плод духа. Он говорит, это любовь. Поймите, любовь, это вещь такая, она необъяснимая. Это не сентиментальности какие-то между мужчиной и женщиной. А, любовь. Как в сказке Аладдина, там, влюбился в принцессу. Нет, нет. Я видел людей, которые были с банками вот с такими, накачанными. Люди, которые отсидели в тюрьме долгие годы, в татуировках. Они вообще не знали, что такое любовь. Готовы были твою голову оторвать и съесть заживо. Но вдруг приходил дух на них. И они плакали от того, что испытывали любовь. Просто какая любовь. Радость. Радость приехал с энкаунтера. Не можешь объяснить. Денег не дали, зарплату не подняли. Даже болезнь не прошла. А выходишь, радость какая-то. А что такое, не знаю. Мир. Что такое мир, плод Духа Святого? Мир, когда ты чувствуешь, что все будет хорошо. Вот все внешне плохо. А ты знаешь, даже черту смерти мы преодолеем. И там все будет хорошо. Как? Не знаю. Там будет хорошо.